Добрый день, дамы и господа. Джулиана Ассанжа арестовали только вчера, но страсти вокруг этого события уже успели разгореться. Его задержание перестало быть делом чисто юридическим и стало откровенно политическим после того, как лидер оппозиционной партии ливористов Джереми Корбин призвал правительство Ассанжа не выдавать, потому что он герой, который открыл миру правду о преступных действиях американских военных в Ираке и Афганистане, и его экстрадиция станет беззастенчивым посягательством на свободу слова. Удивляться, что Джереми Корбин выступил с таким заявлением не стоит. Всю свою политическую карьеру он выступал против Соединенных Штатов как таковых и западного мира в целом. Поддерживал многочисленные организации, посягавшие на establishment, и для него Ассанж действительно является человеком, которому надо ставить памятник, а не сажать в тюрьму. Ситуация сейчас такова, что если эквадорского сидельца арестовали в Британии за то, что 7 лет назад он нарушил условия выхода под залог, за что его могут отправить в тюрьму на срок до года, то сейчас на него еще претендуют Швеция и США. Точнее, Соединенные Штаты уже направили в Британию запрос на экстрадицию, а Швеция пока что думает, возобновлять ли или нет обвинение в изнасиловании. Теоретически она может это сделать, поскольку дело против него прекратили не потому, что решили, что он невиновен, а потому, что по законам этой страны обвиняемого надо лично уведомить о том, какие обвинения ему инкриминируются, а иначе никак нельзя. При этом не надо считать, что основатели WikiLeaks просто возьмут и завтра же запихнут самолет. Это гораздо более сложная процедура, в которой принимают участие и хоум-офис, и юристы, и судьи. Более того, этот процесс будет зависеть напрямую от того, куда именно его будут отправлять – в Швецию или Соединенные Штаты. Еще раз повторю, что Стокгольм пока что дело еще не открыл и запросы на экстрадицию пока что не послал. Если дело дойдет до Швеции, то процесс будет проходить в соответствии с правилами, общими для всех стран, подписавших соглашение на все европейский ордер на арест. В этом случае главным действующим лицом в этом процессе будет Национальное агентство по борьбе с преступностью – британский аналог ФБР. Если же будет решаться вопрос о высылке Ассанджа в США, то все будет происходить в соответствии с правительственными правилами об экстрадиции, в которых Соединенные Штаты попадают в категорию стран А. Это те страны, с которыми у Великобритании есть соглашение об экстрадиции. И куда, кроме США, входят, к примеру, такие страны, как Украина, Грузия, Армения, Турция и Израиль. В этом случае все идет по следующему порядку. Сначала запрос на экстрадицию должен быть отправлен министру внутренних дел, то есть Саджиду Джавиду. Это уже произошло. Далее он решает, стоит ли принимать запрос. Но даже если он согласится, ничего не случится до тех пор, пока судья не выдаст ордер на арест. После чего этот человек должен предстать перед судом. В суде слушания пойдут в две стадии – сначала предварительные, а потом окончательные, собственно, об экстрадиции. Если суд скажет, отправляйте его куда подальше, глава Хоу-офиса должен подписать ордер на экстрадицию. Но даже до того, как начнутся предварительные слушания, суд должен решить, подпадает ли преступление, в котором обвиняют человека, под британскую юрисдикцию. Потом суд должен удостовериться в том, что высылка, в принципе, возможна. Непреодолимым барьером для экстрадиции по британским законам, например, является то, что обвиняемому в случае осуждения может грозить смертная казнь. Если суд решает, что выдавать конкретного человека не стоит, то та страна, которая хочет его заполучить, может подать апелляцию в Верховный суд. И только после того, как все судебные инстанции будут пройдены, министр внутренних дел должен будет подписать или не подписать окончательный приказ. Как видите, процедура эта очень сложна и до потенциальной экстрадиции Асанджа еще очень и очень далеко. Это все на сегодня. Вы можете следить за развитием этой истории на сайте bbc-russian.com, где мы также публикуем ежедневную сводку теленовостей. До свидания и удачных вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok